Субтитры делал DimaTorzok Команда Героек и третья карта Инферно Если конечно до нее дело дойдет Пока что пистолетный раунд складывает в себя Пленд как раз таки подпит И начинают трое игроков Команда Героек потихонечку пушить С Дельпана И Тесос моментально 2 фрага находит Причем это уже минус 3 от него в этом раунде Получает шипер прострелом по голове И погибает Ну вот и первый раунд для команды Героек Неплохое начало, особенно учитывая то, что это пикапат Как раз с миром тут пытаться разбираться Не получается, мир с энтрефрагом уже неплохо Команда Спирит, 4 в 5 ситуация Тем временем Ника тоже получает дэмэджи Открывается мир, еще одного забирает И сам Даянг понимает, что сейчас неплохо было бы в коннекторе кого-нибудь пристрелить И у Ника большие проблемы Погибает и Ника здесь Боруб только один размен, но он тоже уже погиб Кэддиан последний игрок команды атаки Очень улыбчивый молодой человек Но у него MP9 И вот серьезный девайс, он лежит в недоступности К сожалению пришлось смоук потратить Ладно, запасной смоук тоже нашелся Лайк, наверное, миру по большей части поставить Он мидл действительно шедеврально совершенно отыграл Плюс еще сам Даянг своевременно открылся И вот, пожалуйста, минус 3 от А, да Так, Тесос Играет в апдауне Шоппер погибает от Тесоса Боруб обнаружили в смоке Очень медленно команда Спирит выходила Понимала, что может какой-то партизан смог затесаться И вот они, героики, которые пушат четверо в коннектор Пытается сам Даянг стреляться Вроде одного заимел Ну, боже, как много разменов Причем не в пользу команды атаки Сейчас все складывается Мэджикс 1 в 3 ситуация Ну, легчайшая для него Я считаю, забрал первого, второго, третьего Боже, Мэджикс! Мир собирает инфу тоже Понимает, что никого абсолютно Даже рядом с Б-плентом нету И пытается открываться дисбаланс первого, второго Ну, тут чисто тир Не отпускает игроков команды героя Где-то там Кэддин тоже по голове получил Окей, разбирается с Шоппером Не критично абсолютно У него Мак-10 был не коллаж И я думаю, что Ну, не особо Чоппер расстроился после своей гибели Так, Мэджикс Еще один минус Ну, хорошо, с пистиков наваливают на самом деле героики Но не задумалась команда Спирит Судя по лицу Чоппера Что-то там капитан рассказывает И Чоппер пытается понять А как действовать дальше Выходит Чоппер через апартаменты Получает моментально в голову Пытается тут Нико Уничтожит Да, между Нико погибает Но он свой фраг тоже успел сделать Ставан тем временем работает До своей позиции Ну и сам Дайанг один в два Есть инфа Вроде... Спирит под аплантом Кэддиан Справляется с миром Тут сам Дайанг открывается на него Нико Нико Прострелом причем Выбивает сам Дайанга Моментально два размена залетает Три-три Ситуация Ника красная По нему информация есть Начинает Тоже Чоппер аккуратно закрывает Леони справляется с аппаратом Ставан В этот момент От дисбаланса Отъезжает Кэддиан Постает девайсы Б не теряет инициативу Бомба тем не менее Ставится за фаербоксом И Кэддиан Аккуратно очень заходит Получает моментально голову Но Чоппер все-таки сбривает Окей Выйти невозможно будет Так сам Дайанг Очень аккуратно Выходит на точку Б И встречает его тут Бором Бором до последнего сидел Ну и на мужика Мэджик снесется Понимает что времени мало Нужно во-первых Разобраться с оппонентом Который за Форестом Находится Во-вторых Успеть поставить бомбу Не успела бомбу поставить По-моему Ну душно Душно героики играют Начали играть очень душно Мир снова в фуллблайде Выбегают просто На плент спириты На самом деле Насколько я понимаю Затея чисто В установке бомбы Ну такой Они боевой достаточно Бои взяли с другой стороны 4D Глок Про Глок Можно было бы и говорить Наверное Сбрили Борупа Дисбелэнс Тоже погиб Ну ладно Тут пока что команда героек Фармит Где сопротивляются До последнего спирита Молодцы Не так давно Играя на оверпассе Против Честно говоря Я не помню Против кого они играли Но они Вот 15 раундов на атаке Они 15 раз подряд Вышли на Абплент То есть на Аппленте Команду спирит Не заметили Замечено не было Кому нужно Нужно Находить фраги Ну и получает Я что-то завтыкал По-моему Немного Да Спасибо что поправили Я не заметил Что Виктор жив Так Кэддиан тут Нафейлил Немножко Ну у Кэддиана Вот я на самом деле Сколько комментирую Много смотрел Кэддиановских матчей Когда он еще В командах Лоу-тир Левела играл И у него всегда были моменты Когда он то В одном раунде попадает Нереальные совершенно вещи Во втором раунде Он мажет там Спины мажет Еще куда-нибудь мажет Мир заходит Забирает Кэдди На 2 в 2 Еще одну голову Повесить было бы приятно Очень но И сам Даянга Здесь Нико убивает Забирает снайперс Квентовку Бомбы Дефюзит Ну и героики Вообще на позиции Не открываются Вот только сейчас Ошибается Ника Не было видено Видно Кэддиана Ставан Мэджикса Уничтожает Дисблэнс Разменивается А это не Кэддиан Даже был Ставан Окей Было у нас 13-6-20 Ну то есть Достаточно давно И в мае Они тоже встречались Но тогда Победу одержала Команда героев В Бест-Оф-3 Выиграл 2 карты Нюк 16-5 И даст 2-ой 16-13 У нас тем временем Выход А тем спирит Через коннектор На Аплэнд Хорошо работает Из балкона Нику Но Не дают ему там играть Тут конечно Перекрест на огонь Было бы совсем хорошо Может быть Даже получилось бы Кого-нибудь убить Смотрим Дисблэнс Включается в перестрелку Должны помочь Симейт и дисблэнс Уничтожают Но чоппер Моментальный размен Куча разменов Вообще Навидле происходит В этот момент Команда героев Под шумок Рвается на Аплэнз За фейрбоксом Скорее всего Поставят бомбу Напоминает Это первый пистолетный раунд Но там ситуация у героя Конечно получше была Нико Забирает сам Дайанга Мэджикс Выходит через коннектор Помогать ему будет огонь Между игроками Команда атаки И причем там еще и в спину Заходит игрок Под номером 4 У Кэйдиана Очень хороший тайминг На самом деле И к нему могут быть Вообще не готовы Тэс Открывается синиз Забирает мира Мэджикс впрыгивает Забирает диффуза здесь Но два в одного И как-то Мэджикс Нужно Размонцовывать Опять перекрестный огонь Между игроками Команды героек Они идеально его выстраивают На протяжении всего раунда И Мэджикс Тут просто не справляется Но он боялся Он понимал Что мы поддерживаем их Скажем так Так, сам Даянг Собирает став Наборуб тоже Откис С Никой тем временем С дисблендсом справился Чоппер погиб Ой, ворвался сам Даянг Как неудачно Мир тем временем Справляется с датчанином И можно купить себе шлем Не чувствую себя хорошо Но, да Экономику они в любом случае В этом раунде будут В следующем раунде Конечно, закупятся С Чоппером справляются С дисблендсом тоже справляются Ну и с Пилетом Наверное, особо смысла заходить В эти смаки тоже нет Тут главное не подставиться Под Кэдди На который с фармганом Ну, приятного мало Просто потому что Да, по 600 долларов отдавать Не хочется Плюс, по крайней мере Для команды защиты сейчас То, что в предыдущем раунде Они засейвили Два девайса Это позволило сейчас Ну, хотя бы что-то купить Ай, погибает опорник В точке Б Мир тоже впрыгивает Отправляется В апсервер И сам Дайанг с Ай Дисблендсом Остаются вдвоем Ну, это снова сейв Ставан подходит К этой же позиции Но у Ника нет флешки Чтобы как-то там За спину, допустим, себе дать Выйти и убить Дисблендс Дисблендс Ника отстреливает Сам Дайанга уничтожают В этот момент И Дисблендс понимает Что Ну, пахнет жареным Очень мягко говоря Впрыгивает в молник Дальше в смог И тут Начинается Чехарда какая-то Непонятная Друг чехар под стримом имеется Так Дисблендс 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 Проблемы Угибает Дисблендс Ну, хорошо Мир пытается камбэчить Простреливает фаербокс Немножко не туда, правда Не дают тут миру проходить Нужно дождаться тиммейта Тиммейт подошел Осколочная граната Полетела флэш Накидывает там Миллион просто Кто-то из игроков Команды атаки А, это Ника Ника там Правда, под пушб Эплант А На счете 15-6 Начался Не совсем С того, с чего Хотели бы героик его начать Тирают они Одного из Тиммейтов Чоппер Разменивает Тут еще и Ника И 3 в 4 ситуация Тесос Начинает проходить в смоки На самом деле Он тут может Кучу игроков подловить Просто на тайминге Потому что Тесос абсолютно не готовы Игроки Коллектива защиты Тесос минус 2 делает Он понимает Что кто-то еще там Шорт пропрыгал Кэддиан Нужно убивать Чоппера Сейчас Тесос переключается на АВП 1 в 2 ситуация Для него Осколочная граната Главное не взорваться ХП Очень мало Молотов на Чоппера Пошел Чоппера Нужно будет убегать Но он бежит таким образом Что там просто Его не зацепить Момент Начинают Если нормальное количество Фрагов Прямо на выходе Не сделал Игроки команды защиты Начинают из всяких щелей Выходить Которые ты просто Не смотришь Там он 1 в 3 1 в 4 Та же ситуация для него была Причем что приятно Начинает на этот момент С полным запасом здоровья И честно говоря Ну у него есть шансы Действительно выиграть этот раунд Хотя они довольно Мизерные Во-первых Надеются на подстановку бомбы Естественно Во-вторых Надеются на То что они сделают Ну хотя бы какое-то количество минусов Разворачивается Ника Моментальный Хэдшот Кэддин будет запрыгивать в окно Его там ждут Насколько я понимаю Мир А ты куда Была же инфа Мир куда-то просто забежал Непонятно зачем Мэджикс контролирует Проход через окно На плент Геройки уже по сути Практически внедрились Чоппер занимает Замещает Точнее одного из оппонентов Тесос С 13% здоровья Сколочная граната Тесосу прилетает Уничтожает его Ставан тем временем Тоже погиб Ника с Кэддином Остаются вдвоем Но зато есть 7-4 А4 А это уже серьезный девайс И серьезная заявка На возможно даже победу В этом раунде Но посмотрим Мэджикс отстреливает Кэддин А вот теперь шансов довольно мало Да тут еще приятно Для команды спирт По-царски сыграл На кабинете Получится ли еще Кого-нибудь убить Да Витя топит Но патронов очень мало Три патрона остается Витя тут слишком Агрессивно сыграл Можно было бы подобрать Трофейный глок И продолжить играть с ним Тогда были бы шансы На перестрелку Даже на победу В этой перестрелке Но Довольно неприятная Для героек Да Да и Витя там Три минуса сделал Ну царь-король Вопросов к нему Вообще никаких В этом раунде Быть не может Действительно Сыграл очень качественно Трезво оценивая Обстановку Дефьюиса бомба Команда спирит Выигрывает первый Так тут забег На форс раунде От героек Под рампу пошел Ой Что с Мэджиксом Произошло Такое ощущение Что его не существовало В этой позиции Его буквально стерли С этой точки Мир за красным Играет Очень сейвов Ну максимально Сейвов ждет Пока тиммейты Подойдут Так Мир Один минут сделал Хорошо Ставна открывает Бомбу поставить не дали Начинает вдвоем пушить Ну ладно С Миром разобрались Но он свою работу Здесь совершить Все таки успел Появляется Мак-10 Лишний Можно его подобрать Еще М-ку Теса забрал Дисблендс Справляется с Кэддианом И вот теперь На самом деле У героек Очень неплохие шансы На победу В этом раунде Но нужно Максимально Сосредоточиться Теса Ставил под точку А Ну тут опорников По факту двое Есть еще Снайпер коллектива Спирит Который может включиться В перестрелку В любой момент У Сам Дайанга Очень мало хп Кучу работы Сделал и Сам Дайанг И Чоппер В этом раунде Правда моментально Чоппер с Сам Дайангом Отстреливают Бомба выпала Очень неприятно И времени мало Ставан 13% Признает ему Осколочные гранаты Поразило своим наличием Кэддиан Просто сгорел Там не показали Этот момент Но Я просто вот Смотрю на Кэддиана Он горит Я продолжаю смотреть На Кэддиана Он все Бомба не будет Такой большой Ошибкой здесь Но все таки По фейк Ставан Замечает оппонента На вилке Справа Ну и не Так снова забег На точку Б Потеряли Тесеса А это даже не на Б Забег Забег вообще Под девятку Это почти сработало Кэддиан Сам Дайанга добил Девайс Причем Кэддиан Даже калаша Мудрился утащить Тут дальше В перестрелке Против троих Одновременно Так Ну и вот он Пишечный выход От команды Атаки Под точку А что Сейчас Произошло Бору просто Оппонента Не убил Мэджикс Начинает работать Хорошо Минус один Минус два До третьего Просто Прицелом не довелся Ставан Какие-то вообще Непонятные Немножко размены Что там С Боропом Произошло Стратка От Фнатик Года 2015 Приблизительно Тоже Шведы Очень любили Стратегии Стэка Но правда Тогда он был Незбалансированный Имбой Сам Дайан Минус четыре Мир Команда героек Собирается Щекать углы Просто Один вопрос Имею Ну если конечно Они проиграют Шесть подряд Причем мы сильно Сомневаемся Потому что Учитывая данную За счету Команда Спирит Если они продолжат Оброняться Ровно так же И героики Не придумают Какой-то Во-первых Для начала Интересный Какой-то раунд Один Чтобы пошатнуть Уверенность В себе От спиритов И дальше Не придумают Как сражаться Продолжать Со спиритами То непонятно Ну и так же Мы все еще Учитываем Что тут Именно Датского коллектива И у них На защите Должны быть Какие-то вещи Но с другой стороны На атаке Должны быть Какие-то вещи Но пока что Мы их не видим Дефолтный Подпуш Улицы От коллектива Спирит Вообще Очень популярно Сейчас на защите Играя карту Танюх Пушить Уже неплохо Для команды Спирит Погибает Ника И перетягиваются Моментально Спириты Под параллельный Плент Под нижний Плент И открывается Неплохо Мир Но правда Только одного Получается Забрать 3 в 3 ситуация Появляется Калашников У Кэддиан Он его перекидывает Кому-то Нет Забрал сам Все-таки Ставн Тем временем Справляется С Виктором Сам Даянгом И потом По 3-400 За раунд Получают Сейчас еще Боба поставили Ой Кэддиан Какая позиция Интересная Хорошо Первого Даже не забрал Но Дисблэнс Тем не менее 3% здоровья Ну ладно Бомба взорвется Второй раунд Для героек Спириты поняли Что это другой план Но в целом Все неплохо играют Что с миражом Пошло не так У Тим Спирит Не совсем понятно В студии аналитики Разобралась бы Если бы она была Правильно Правильно Так Разведы пока что В пользу команды героек Два игрока Которые должны делать Фраги Их делают В целом Даже Ставн Подключился Пока что Ровные размены В пользу Даже коллектива Атаки Теперь сейвит Экономику Хотя Чоппер Смотрите Выходит Очень осторожно Короткими Стрейфами Через пристройку И вот тут Ставн ждет Получилось У Ставна С Чоппером Разобраться Ну и Полностью В блайнде Мэджикса Убили Пытается Дисбланс Как-то Настреливать Тут не получается Прилетает Момоутов Все Дисблансы Прогнали с позиции Чоппер Забирает Кэддиан И тем временем Бору В размене Сыграл неплохо Леня Отправляется В следующий раунд ХП очень мало У игроков Команда Героик И добить их Не будет Большой проблемы Как раз Дисблансы Леня Предположительно, Витя выжил просто чудом Так, Теса забирает сам Дианга Мир последний Так, ну мира слышно Начинает Ника пушить Как раз М4А4 выбил Времени очень мало, 5 секунд Иииии Мир просто, ничего плохого здесь произойти С Ника не могло, Кэддиан улыбчивый молодой человек Снайперская винтовка И вот он, пожалуйста, минус по чоперу Погибает Леонид Да, Кэддиан попал по ноге Тиммейты поддержите Кэддиана Врывается става на сколовечная граната Вот одного из игроков Датского коллектива прилетает И это минус Снайпер коллектива Spirit очень быстро Ника справляется с ним Опасно достаточно, Ника пикается на самом деле И тут, может быть, рисковать не стоит Хотя и второй минус Ника себе находит Ника разозлился, видимо, после первой половины И теперь начинает уничтожать просто игроков команды Spirit, мир отрезается молотовым Пытается Ника тоже перестреливать Но уже Тесос в спине у мира И 2 в 5 ситуация Как выигрывать не совсем понятно Чопер с Санда Янгом, с Калаша Так, Spirit рассредотачиваются по разным позициям Стаун тем временем справляется с Санда Янгом Прямо первые тайминги Очень приятно на первых таймингах минус себе находить Кайден Тоже с фрагом отсюда Уходит Ника с Чопером разобрался Опять 2 в 5 ситуация после старта раунда Да что ж такое-то Spirit, прием У нас обе команды вообще не играют Атаку, такое ощущение, что готовили только защиту Ника перестреливает мира Ну, начинает Ника потихонечку статистику себе восстанавливать Потому что первая половина прошла Мне его совершенно Неважно И минус 3 Так, Буру Спасается Бексом Откидывается флешкой Но его, правда, уже запушили Ника начинает получать по голове Очень неприятно 3 в 4 ситуация Сайперская винтовка Не работает пока что Кайден Слишком поздно включился Был в блайнде он тут И Тесос забирается на девятку Там Калашников у Мэджикса уже появился Врывается Тесос Первый убил Второго зацепить Не получается пока что Но КП очень мало у мира Можно было бы ему Во владении АВП Так, ну и Чоппер Я не знаю, как он просочился Флэнд, но просоч... Что? Что сейчас сделал? Осталось в распоряжении коллектива защиты И АВП также имеется Так, сам Дэянк урывается Без ничего практически Ну, там флешку кинул Флешка глубокая была Кайден Один минус есть Кайден не попадает Второй Хотя было очевидно, что Должен убивать Врывается Ставан 16 секунд до окончания раунда Ставан и второго здесь забрал Вот этот молодой Кайден Забирает первого Это вот классический Спиритовский забег На точку А Но в этот раз все идет Не совсем по плану Пытается Бору поубить Бору поубили Но куча-куча-куча Разменов от героек И Сблент спасает Сблент закрывается Первого забрал Второго Набрать Уже не выйдет На позицию То есть может быть Просто value не совпадает С необходимостью Закидывает туда Гранаты Ника Срубают очень быстро Он смог нанести Дэмэдж На домашний критичный От Кайдена сейчас Зависит возможный исход Вообще в целом От игры И Кайден умудряется Сделать минус Прилетает молотов Моментально Теса спикает Пикает дверь Сам Дайанк Тем временем Отрабатывает неплохо Кайден снова горит Главное не сгореть И Чоппер заходит в спину Кайден переводится Но убить Оппонента не получается Ставн тоже погибает И Бороб последний Бороб Ну не удел Абсолютно сейчас Был довольно далеко Все заняты Сейчас спириты Видимо ждут пока Мейтен нафрикует Что-то под точку Б Кстати говоря Бомба выпала Ой-ой-ой-ой-ой Ставн Минус 2 делает Мир открывается Забирает Ника Но это 13-15 На него не дали Почему-то И Ставн тут Начинает страдать Немножко Кайден оцелевает Снайпера коллектива Спирит Еще один фраг делает По миру Чоппер тоже погибает Сам Дайанк Пытается разменивать И получается забрать Одного из оппонентов Но Кайден тут же Работает Сам Дайанк Выходит на Бороба С ним справляется Но вот теперь Ну Кайдена перестреляет Наверное Просто потому что У Кайдена слишком мало хп С другой стороны Еще Тесос Который может сыграть В размене Топает сам Дайанк Раскид конечно был Уже потраченный Сам Дайанк Кстати говоря Открывает Тесоса Вот в момент 4 в 5 ситуация Начинает Бороб пушить Спину Бороб Справляется сам Дайанк Че в первый момент погиб Хороший зажим Отставный Но не забирает Он здесь мира Хотя демеджи на него Довольно много Кайден на планте Отличный первый минус Переключается на Дигл Моментально Бороб В смоке уже контролит Игроков коллектива атаки Открывается на него Здесь перекрестный огонь Между игроками коллектива защиты Ника хорошая стрельба Забирает первого Но не забирает второго Один в один ситуация У Мэджикса ХП очень мало И есть об этом информацию У Кайдена Кайден просто не пушит Играет на время Калашников появляется У игрока команды атаки И Кайден Все прекрасно понимает 5 секунд Осколочная И взрывается Мэджикс Кайден И команда спирит Полторы минуты От начала раунда уже прошло И Ника Занимает неплохую позицию Должен кто-то в перекрестном огне Здесь быть Ника отлично Первый минус второй Минус на третьем Забрать не получилось Здесь Блендс Последний игрок коллектива атаки Есть по нему инфа Он только что прыгал здесь КП у него довольно немного 42% всего лишь Пытается Играть здесь один против всех Но Ставан Ставит Сегодня почему-то Не клеится На Нике по крайней мере Не заметил что ли Ставан тут пятку Одного из своих оппонентов Замечает зато второго Прилетает Тут Калашников Сам Даян Открывается Забирает двоих Размена Но не в пользу команды героек Приключается на пистолет Ставан Открывается на него Вот момент Мэджикс Врывается Тесос Тесос погибает Ну хотя бы Так На защиту Спирита перешли На защите Как мы знаем Они себя хорошо чувствуют Проход на нижний план Тут коллектива героек Тут мир просто топит В троих Вот оно и кладбище На самом деле Спрыгивали в эти винты С Бортом расправились Ну Ника последний У Ника чисто надежда Хотя бы кого-то убить И хотя бы кого-то он убил Айпер коллектива Спирит Отправляется в следующий раунд Немножко подпортили На мою экономику Не особо критично для добыт Наверное Любые смерти Там Ника И Вайс Ну и Сприт Аплантан начинается Чоппер сразу Супить скорее всего не получится Начинает Бору по себя Внимание стягивать Чоппер в момент Ника оцеливает СС погибает Погибает Чоппер в этот момент В размене Сам Дэнк работает тоже Но слишком быстро Погиб слишком мало ХП было у него Для каких-то Плотных перестрелок Осколочная граната Полетела у Мэджикса 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 Минус 26% здоровья А где убору по тиммейту А Кэддиан Все это время Улицу проходил В снайперском прицеле Рабочая стратегия Говорят Ну Кэддиан Если выиграет Эту игру МВП этого Матча В любом случае То есть у него там За 60 фрагов Скорее всего будет По результатам Вместе с тиммейтом Чоппер чуть не получил По голове Сейчас было бы очень больно Здесь погибает Начинает сплит И там Ставан Как раз в этот момент Появившийся из вентиляции 2 в 3 ситуации У Ставана ХП очень мало Чоппер понимает Что нужно для начала С ним расправиться В морике Погорел Ставан Ставан продолжает Тянуть время Просто-напросто И вроде как Ставан отцевился Но Чоппер запрыгивает И Ставан Его забирает Какая-то дисбаланс В этот момент погиб От Кэзиэна Будет играть Через рампы Его тут ждут Кстати говоря Оп Мэджикс Остается без головы Причем не так много Дэмэджа дал даже 6 хп потерял Боруп В этой перестрелке И попытка Поставить бомбу Не получилось сразу Но зато Сандоянга отстрелил 2 в 1 Бомба ставится Боруп пытается Собирать информацию Хотя бы как-то Закрывает за собой дверь Асколочная граната Появляется у него Боже Но этот матч Наполнен Прямо Вот действительно Хорошими Крутыми моментами Задавили тут Дисбаланса Ну сам подставился Ладно Да, достаточно Агрессивно сыграл Ставан Просто, понимаете Ставан просто вышел То есть Он ничего не придумывал Он просто вышел И все Не нужны флешки Там ничего не нужно Сам Дэянга убили Тем временем Чоппер астреливает Ставна Но Боруп 2 фрага делает Ой-ой-ой Мир тут Вне тайм И Боруп играет В той же самой позиции В которой Затащил по факту Свой раунд Чоппер открывается Получает по голове И Боруп Забирает второго Пуля просто Сам Дэянгу в голову Прилетел А Боруп начинает угорать На самом деле Героики на защите 3 в 5 Пару раз точно выигрывали А, да? Ну привет Кайден На сам Дэянга Не среагировал Кайден гениально сыграл Что вообще происходит В этом матче? Они собираются Чекать спин этого себе Бока, спины Там горят просто В каждом раунде У всех игроков Ставна забирает Шоппер Бомбы ставятся на А планете Насколько я понимаю Да Или стоп А, на Б планете Прошу прощения Прошу прощения Осколочная Дисбаланса Взорвало Прилетает Ставну в голову Моментально Боруп 1 в 2 Ну 1 в 4 взял 1 в 2 получится или нет По второму информация У него по идее есть Он понимает что 1 в 9 И второй вроде как Он вроде знал что Мир над ним Или просто неправильно Услышлено Творится что-то нереальное А к спиритам прилетает Осколочная Боруп первый минус Второй минус Разменяли одного Мир Хорошо Неплохо поработал Здесь Но правда С двумя процессами Здоровье Осколочная Гранат Этих подлых Осталось у героек К точке Ну Ника Чисто под флешку Будет пикать Кайден сейчас На саппорте играет Пошла флешка Здесь блан забирает Ника Да ну ладно Серьезно Третье доп На нюке Просто что Это шок Друзья Это просто шок Ну ладно Кайден возможно Еще потащит Хотя конечно Сильно сомневаюсь Да и моментально От мира в голову Или все продолжится Так же как и было На самом деле Если Team Spirit Продолжит атаковать Так как они атаковали На прошлой половине Да на прошлых допах То конечно У Spirit Проблем не должно Возникать вообще Тут какие-то непонятные Размен Там в молике Спрятался Причем один из игроков Команды Защита Довольно забавный момент Тоже чоппер 9% здоровья Простреливают там Немножечко И тут вопрос Кто сильнее окажется В предстрелке снайперов Снайпер эффектива героика Или снайпер эффектива Спирит Дисбаланс Стреливает Ник Тем временем Кайден промахивается И попадает Через стену Осколочная пошла Дисбаланс возможно Убьет Нет не убьет Друзья 20 Могут решить Теоретически Конечно Ставан Двигает Очень быстро Ничего сделать Не успел Но тут Бору Бору попасть В своих начинаниях Ох Как он затопил По-царски Сбревает Ника Все-таки Ника К сожалению На этом Нюкен Не особо Хорошо показывает Себя Пытает открываться Дисбаланс Но С ним тут Сдумается Перекрестный огонь Между Ника И Тесосом Как и на Мираже Кстати говоря Отмечал Вот очень хорошо Героики Перекрестный огонь Выстраивают Между своими Игроками Тесос Ворвался Двоих убил Троих даже убил Причем одного Из оппонентов В фуллблайде По чоперу информацию Над кабинетом Должен игрок находиться Да Боруб Там есть Имеется Боруб Вот и дисбаланс Пришел К Кэддиану В этот раз Кэддиан посильнее В перестрелке оказался Ну и то чтобы В перестрелке Наверное Перестрелкой Это не назовешь Чисто Кэддиан Просто правильно Все смотрел 29 Кстати Дисбаланс играет Довольно стабильно Для снайпера Тем временем Боруб Сам Дайанго Убил И включается Мир Но не получается Здесь фрагов Найти себе ХП тем не менее У команды героев Довольно мало Некоторых игроков Теза с двором Пострадали Но без проблем Абсолютно Ставант Усправляется С двумя оппонентами В гараже В центральном Но он там тоже Довольно быстро погиб Ничего сделать Не успел Кэддиану Дверь взрывает Пытается на улице Кого-то убивать Сам Дайан просто ворвался На мужика Но погиб Моментально В размене Стоило ли оно того Вот в чем вопрос Ну когда Сам Дайанка Уже начал уходить Я уже поверил Кстати сам Дайанк 40 на 36 Не получилось даже Особо наверное Не хотелось С снайперской винтовкой Размениваться Так Тех Заметили И моментальный Хэдшот еще 3 в 3 Потеют команда Супер потеют Мэджикс Все еще над кабинетом Нет по нему информации Вот сейчас его Ну не то чтобы заметили Но услышали По крайней мере Мэджикс Спрыгивает за плен Дисбаланса слышно Дисбаланс к 1 Убивает 1 в 2 Ситуация И подожмут Скорее всего Со спины Ника Сейчас Хотя Чоппер Не особо торопится Дывается моликом 2 молотовых команды Героек Тратят На позицию С которой можно В теории Пикать снайпер Но это походу Четвертая стадия Долгов Да неужели Кэдзиан Того кто быстрее Того кто быстрее Устанет Бору Берет неадекватный Девайс Пинайнс И просто начинает Пушить Моментально Возбревают Здесь на бэплэн Пушь Героики Мэджикс Тоже погиб Чоппер Пока что Убить не получилось Открывается На 2 их чоппер Только одного Забрал Дал информацию Тиммейтом Смог на дверь Пошел Самдаян Какой ситуации Пока что Выключен Ждет тиммейтов Можно бомбу Ставить Героики Самдаян Берется Тесос Вот уже Героики Начинают Довольно Осторожно Играть Ставн Временем Отстреливает Мира Это Хэдшот Молик На бомбу Блан Спрыгивает Не справляется Со Ставном Открывается Самдаян Тоже погибает С двух сторон Мир Вряд ли Развернется Скорее всего Мир Сейчас должен Получить в голову Вантап От Ника И ситуация Неприятная Для Тимспирит Здесь балансы Еще и взрывают И в этот момент Ставн Как козырь В рукаве Команды героек Начинает Отстреливать Игроков Под точкой Бен Только одного Стрелил Потому что Один там Он находился У Мэджикса 8% здоровья Взрывают У вас Осколочные гранаты Сам Дайан Выбегает На улицу Но погулять Не дали 26 Вот сейчас Уже Три игрока Здесь находятся И Теса сбежит Делать Энтри фраги Какие-то Правда Не получается Чоппер Сам Дайан Включается В перестрелку Бороб Открывается Время счет В этом раунде Для своего коллектива И нужно Находить Кого-то еще Леонид Эх Одного на гранате Поймал Молодец И Ник Разменял Конечно Чоппер Но мир Горит У него Спина И просто В смоке Игроки команды Защиты Находятся Первый минут Сделали Открывается Мир Перестреливает Одного из оппонентов Теса вроде как Прочекали Открывается Но ответ Но погибает Три в четыре И агрессия Не сработала От коллектива Защиты И открывается Бороб Тут тоже фрагов Не делает Здесь Кэдди На один в четыре И ситуация Для него Открылся Умер 27-26 Пятый Лопа Еееее